На протяжении всего лета купаловцы работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях. Представители структурных подразделений университета отправились в мониторингом деятельности студенческих отрядов к РГУ имени Янки Купалы. Ребята трудятся в Дружбе, Озерах, Сузорье, Березке. Из года в год работа в педагогических отрядах пользуется популярностью не только у будущих учителей. Например, студентка третьего курса факультета истории и коммуникации туризма Карина Богдан, будущий журналист, но с удовольствием работая с детьми. Ее трудовое лето проходит в детском оздоровительном лагере «Перезка». Впервые работала в лагере вожатой. В какой-то момент я просто захотела поработать вожатой, мне стало это интересно. Я подумала, почему бы и нет. Наш университет предлагает такую возможность для студентов, поэтому я сразу решила, что я хотела бы поработать в лагере. Именно трудовое лето у меня впервые, поэтому для меня это что-то новое, интересное, потому что прошлым летом и раньше я не работала в студотрядах. Поэтому для меня вот это первое лето это что-то прям интересное, вау. Я думаю, что нужно подходить с оптимизмом к работе, тем более это работа с детьми, которые все чувствуют, все видят. Поэтому оптимизм – это неотъемлемая часть нашей работы. Мне нравится взаимодействовать с детьми, они все очень разные. Мне нравится каждого изучать, смотреть на их поведение, за их характером. Это все очень интересно на самом деле изучать. В принципе, мне нравится. Своими впечатлениями поделились и дети. Алиса отдыхает в детском оздоровительном лагере «Березка» уже во второй раз. Каждый день в лагере для девочки запоминается чем-то интересным, и ни один из них не обходится без помощи и поддержки студентов-купаловцев. Мне очень с вожатыми комфортно, можно сказать, на своей волне они с нами. Как подружки, можно сказать. Помогут, всегда поддерживают, могут поддержать как-то. Ну, можно сказать, на своей волне. Возраст не имеет значения какого-то. Ну, мне наоборот нравится, что вожатые такие молодые. С ними можно, у них иногда бывают сами общие интересы, с ними можно поболтать о чем-то. Ну, а если такие вот уже в возрасте бывают люди, ну, тоже нормально. Мудрые могут тоже что-то подсказать такое. В ходе мониторинга нарушений выявлено не было. Работа студотрядов соответствует нормам и организована в рамках трудового законодательства Республики Беларусь. Тем временем трудовое лето купаловцев продолжается. Ребята с пользой и интересом проводят время в живописных местах и получают бесценный опыт.